Всем здарова ребят, с вами Мегунат и это продолжение визуальной новеллы под названием Сакура Бич. В переводе что означает Сакура Сука? Нет ребят, Бич имеет два значения, ну это любой школьник знает. Какой кстати напишите в комментариях, так что ладно. Недавно у нас подписался, еще один протюнинг у нас подписался, теперь у нас 21. Ну неплохо, развиваемся так сказать. Ладно, продолжаем. В прошлой серии что было? Ой, как давно я не записывал. Ну в прошлой серии мы сначала там... Что мы делали вообще? Насколько я помню, мы там сначала зашли, когда они переодевались, с кого-то светил лифчик, она начала что-то там прикрывать руками, подушка нам ебала, что мы улетели. Да-да-да, там прямо так написано было. Если вы не видели, идите посмотрите первую часть. Собственно, ладно, собственно, как бы вам сказать. А у нас эта особа, которая сейчас на ваших экранах, эта особа не умеет плавать. И вот мы типа ее учим. А теперь идем дальше. Так, она вздыхает. Ну, наверное, я на время потерплю эту водяную крысу. Так, ой. Господи. Так, ладно, появляешь. Какую крысу? А Юми, как всегда, надмена. Гордыня из нее так и прет. Укоротить не пытались. Я за всеми о том, о чем вы там подумали. Ну, ладно. Я удивлен, что на... А, блядь! Сука! Сука! Читаю, как первоклассник, ну похуй. Я удивлен, что на людях у нее никогда не бывает неловких моментов. О, наконец-то, блядь, убрали. Так. И мы... А, вот. Я думаю, я уж хотел сказать, мы видим только пляж. Так. Только учти, я не смогу научить тебя плавать за один день. Мне все равно как... Мне все равно как долго, если ты меня будешь учить. Если меня будешь учить ты. Это значит, то, что я подумал, не так ли? Почему так важно, кто тебя учит? Я или кто-то другой? Ну, вон, левого чувака сейчас позовем. Конечно, это важно, ебанушка. Просто скажи, как плавать. Ладно, ладно. Зачем ты так кричать? Истеричка ты, ебаная. Поехали. Я даю... Я даю самые основные уроки, которые мог вспомнить с моих юных лет. Ага. Она сейчас хватает на лету, но мне кажется, ей нужно подзаниматься еще некоторое время, пока она станет уверенно держаться на воде. Ясно. Это правда так просто? Ну, не совсем. Есть еще кое-что. Ну, по крайней... Ну, по крайней мере, ты не молотишь... Не молотишь руками вокруг, как делала до этого. Я не молотила, и не говори так, будто я бьюсь, как рыба на берегу. Ну, блядь, фактически так и было. Теперь она уже не выглядит такой счастливой. Я хочу пить, уже наплавалась. Морить она что, сука? Похуй, что вода соленую пей. Момоко выходит из воды на берег. Эй, вы, я согласен с Аюми. У нее есть сверхъестественная способность слышать, когда кто-то говорит о еде. Ну да, неудивительно. Сыржи, ты знаешь, куда мы можем пойти попить или перекусить? Вы можете сглотнуть и можете вкусить. Блядь, сейчас какую-то хуйню сморозил. Ладно, неважно. Да, я знаю одно место. Ниже... ниже живота. Да? Это недалеко, всего лишь в нескольких минутах ходьбы. Да ты что? Окей, а то я очень устала. Похоже, учиться плавать, сильно утомил ее. Тогда давайте я покажу, где она. Нет, не надо нам показывать. Показывать дорогу, среди же типа. Слышь, пес, давай быстрее. Надеюсь, он не замеч... Надеюсь... Что, блядь, не замеч... Сука, за зрением чего-то плохо. Надеюсь, он не замечтается, когда идет, и мы не заплутаем. У нее, правда, нет никакой веры в меня. Ребята, сейчас готовьтесь. Будет три троиточа. Три многоточа подряд, короче. Раз. Два. Три. Я был прав. Так. По прошествии... По прошествии... Стольких лет оно все еще здесь. А. Тоже самое маленькое хижина у моря. Здесь довольно бойкое место, так как почему для меня это должно стать сюрпризом. В любом случае, я рад, что оно еще тут. Интересно, они по-прежнему продают те же закуски, которые я пробовал, когда был тут в прошлый раз? Нет. И вообще-то я здесь в прошлый раз, по-моему, был... Сколько, блядь? В прошлой серии там 10 лет, по-моему, там было, да? Центр управления астронавта Сейджа. Не улетайте от нас далеко. Смешно угарнуло, прям похлопаю. Я похлопал. Ах, прости, я только вспоминал об этом месте. Если они все еще... Если они все еще делают свое фирменное мороженое, нам точно нужно его попробовать, не так ли? Звучит заманчиво. А, кстати, они могли бы у него просто одолжить крем. Купили бы мороженое, а крем бы он сам им одолжил. Как говорится, органическое производство. Почему это так смешно? Хотя мне больше хочется чего-нибудь попить. Золотой дождь тебе на че? Господи. Мне тоже. И еще одна. Где твоя майка, Юми? Я оставил ее сушиться. Ну а хули ты свой купальник не повесил, а сушиться, ну че? Тоже он же мокрый. Хоть какая-нибудь логика должна же быть. Так, она о чем-то задумалась. Ну та девка, которая слева. Это та самая легендарная хижина, о которой мне рассказывал Сейджи. Я удивлен, что она не назвала меня идиотом. Хотя таковым он и является наш главным герой. Ее настроение, наверное, на много лучше, чем обычно. Кажется, она внимательно осматривает каждую деталь. Да, вдруг какая-нибудь текстура не прорисовалась. Это же так страшно. Это хижина. Здесь продают еду. Ебаный в рот! Мы возведем тебя к Олимпу, к богам, к Зевсу. Ты же, блять, такую хуйню отморозила. Ебаный в рот. Я был удивлен. Но я не вижу здесь ничего удивительного. Так да нахуй ты это сказала? Пока она не выглядит впечатанной, но Момока не позволяет ей испортить настроение. Сейчас, я уверен, Сейджи не стал бы рекомендовать его без причин. А свежающий напиток есть свежающий напиток. Без занятое, где его подают? В подворотне, нахуй, тебе в рот, блять. Что? Сука, блять. Это точно. Думаю, после сегодняшнего дня вы умираете от жажды. От жажды крови, сука. Надеюсь, что я от этого не пополнею. Слишком много сахара испортим на фигуру. Тебя не существует! Ты просто вот... Ты запрограмм... Разработчик игры тебя сделал такой. Ты не можешь, это самое, поправиться. Понимаешь? Никогда ты в жизни не поправишься. Так как ты всего лишь ёбаный пиксель, нахуй. Хули, ты тут пиздишь, а? Ладно. Похоже, в последнее время ты очень переживаешь за свою фигуру. Ну что, хули? Чё ты имеешь в виду? Посмотрите на лицо. Ну, ты так стеснялся, когда надел этот купальник. Не надо волноваться, Юн. Ты хорошо выглядишь. Надеюсь. Сэнки, варимач. Так, ты говоришь, что ты смотришь на меня... Ты смотришь на меня в этом купальнике? Что? Я, конечно, всё понимаю, они 10 лет были вместе. Они были вместе 10 лет, как мы могли понять из прошлой серии. Но, блядь, все эти 10 лет они смущались. Ёбаный в рот. Это был щеночек, а не я. Так. Нет, конечно, нет, это было невежливо, так ведь? Упс. Что это за хрень? Господи. Девушкам уже не нравится, когда парни пряются на них в такой момент. Она тяжело вздыхает. Но просто забудь об этом. Может, мне просто забыть об этой игре, что ли? Почему бы и нет, а? Действительно. Но ты как еблан, ты будешь стоять, и всё-таки... Ты будешь стоять, ты будешь стоять, или всё-таки закажешь нам напитки? Да-да-да, сейчас. Блядь, нахуй синюю. Мы эту хоню сделали, и синий текст. Жарко, конечно, блядь, ну, блядь, сливается это всё, я не могу разглядеть. Я рад, что Маму-ка с нами, иначе Аюми убил бы меня прямо сейчас. Ебаные цундеры, меня бесят такие, нахуй, выёбываются, а потом, блядь, хнычат, блядь, в углу. Блядь, это уже не прохождение, это, блядь, просто критика. Блядь, ничего не могу с собой поделать, такого уж я уродился. Ну ладно. Я её совсем не понимаю, разве я с ней был невежлив? Может, ты был с ней жесток? Обратился с ней как-нибудь так, неподобающе, что ли? Ладно, она что, я в самом деле хочу, чтобы я пялился на неё? Я не знаю, эти двое никогда не делились своими сокровенными мыслями со мной. Я понятия не имею, что происходит в их головах. Хуйня и недотрах. Мы быстро устроились за стольком и сделали заказ. Так, блядь, никого же не было вокруг, как вы нахуй нашли его? Чувака, который, блядь, принимает заказ, ну, официанты. Как вы его нахуй нашли? Добавлю немного противоречия. Идеально. Вскоре принесли напитки и закуски. Это вновь подняло настроение юное. Так, блядь, вся игра вокруг неё, что ли, блядь, крутится? Хуй, блядь, мы как какой-то подвылка булочник находимся. Какая летная маленькая хижина. Так вы, блядь, а где вы сидите? Вы что, на небе? Я ничего не понял. Лицо молока сияет, как солнце. Ну, блядь, у неё волосы солнечные, хуйня. Она права. Атмосфера жизни сохранилась такая же, как и раньше. Я мечтал попасть сюда снова, просто насладиться хорошей закуской под шум океана. То есть взял кирики, хрустишь, а там волны уже сами по себе. Плюх, плюх, да? Ладно. Похоже, ты был прав насчёт этого места, Сейджа. Не саду благодарности. Всё, что угодно для моих лучших друзей. А, что, блядь? Да, друзья. Друзья. Блядь, они так говорят, как будто нахуй... Мы, наш главный герой какой-то ебаный, а они, блядь, супер, блядь, какие-нибудь нахуй. Ну, блядь, вы поняли, короче. Строите себе в ёбисах шлюх. Ладно. Мы действительно дружим уже долгое время, и это нам как будто поднадоело. С тех пор, как мы подружились, мы всегда были вместе. И вы, блядь, смущаетесь после каждой улыбки, ёбаногород. Хули вы делаете, а? Ебанушки. За всю нашу дружбу только одно остаётся неизменным. Это их девственность. Я угадал? И что же? Та же ты, мечтательный идиот. Это всего лишь мелочь, не надо придираться. Сука! Хули ты нас оскорбляешь? Пустыми словами разбрасываешься, хуевшая пидораска. Отпиздить тебе надо, нахуй. Давай, пошти. Но она меня бесит, сука. Хули она так выёбываться? А чё если её назвать шлюхой, допустим? Хули она чё будет? Будет так же, как наш главный герой реагирует? Ну ладно, лол. Ладно. Ну хорошо. Тогда я счастлив быть идию. Знаете, блядь. Мне стыдно за главного героя. Какого хуя он творит? Писть. А, чё-то, Момука эта, которая справа, да? А почему их имена посвечиваются их цветами купальников, я понять не могу. Ну да ладно. Ёбаный в рот, да он... Да ну нахуй, это чё? Вы издеваетесь? Еб... Еб... Ебан... Ебанулись. Ребят, не обращайте внимания, это, блядь, соседи, нахуй. Ремонт, что ли, опять? Сука, то справа, то с... То есть... Нет, снизу не было. С... С одной стороны, сверху, блядь, хули... У всех, нахуй, ремонтный сезон, что ли? А вы... Ладно, я промолчу. Но я приду к ним ночью, ебану их нахуй всех с ножа. Да я пошел, с АВП нахуй. Так, эсэйджи, ёпта, слушай сюда. А, да, о чём? Чё такое? Мне просто интересно, ты когда-нибудь, ну, знаешь... Дрочил, что ли, блядь? Я когда-нибудь что? Ты когда-нибудь в кого-нибудь влю... Ай, блядь, вы десять лет... Вы десять лет, сука, не отлипали друг от друга. И только сейчас... Может, вы ещё в гробу предложите друг другу потрахаться, м? Я... Я не удивлюсь. Влюблялся? Самое похожее, что у меня было, это моя одержимость космоса. Представляю, как он Сатурн ебал. Или он его, нахуй. Наверное, я не могу с уверенностью сказать, что влюблялся в кого-то раньше. Девушки, это не то, о чём я сейчас думаю. Ну, да. У него девушка-фобия, походу. Или как... Я знаю, что всё в нашем классе бредит об отношениях, но так ли это важно сейчас? Думаю, что для этого ещё будут годы и годы в нашей жизни. А прикинь, тебя сейчас собьёт грузовик вместе с ними. И будет в загробном мире годы и годы, блядь, вспоминать. Ой, ладно. Почему все настаёт на том, что ты должен нырять в отношения прямо сейчас? Разве школь недостаточно проблем, чтобы беспокоиться ещё и о девушках? Правда? У тебя никого не было? Да я не думаю. Ну, ты можешь сказать нам, если у тебя раньше были хоть какие-нибудь отношения. Честно, мамка, у меня раньше никого не было. И ты заебала свой нос пихать в чужой вопрос. Куда ты делаешь? Наверное, я просто никогда не думал о девушках раньше. Ясно. Ясно? Вы, блядь, десять лет, сука? Ладно. Десять ёбаных лет. И он такую хуйню сейчас сморозил. Красавчик. Настолько уёбишного главного героя я в жизни не видел, блядь. Она продолжает улыбаться, но моя кровь стынет от тона её голоса. Я снова что-то сделал не так, и почему это всё время происходит именно со мной? Десять лет. Ну, допустим, ты бы интересовался девушками. Что? Зачем мы говорим об этом? Ну, ему дурочки же хватает, по-моему. Нам с мамкой просто интересно смотреть же, холи ты, блядь. Какие девушки тебе нравятся? Все, которые носят ушки, у которых есть хвостик, и которые похожи на коконат. Вот и всё. Что? Таких не существует? Печаль. Всё, я пошёл убиваться. Сейчас, подождите. Ау, блядь. Нормально, всё, я убился, чур. Суколок болит, конечно, ну, похуй. Ай, господи, как болит. Стол твёрдый, сколько оказался. Так, почему они спрашивают меня об этом прямо сейчас? Я же только что сказал, что я не думаю пока о девушках. Пока есть дрочка, всё вечно, нахуй. Судя по выжидательному близкому глазу, у меня нет шансов уйти от ответа. Ну, му-му-му-му-му. А-а-а-а. Сука. Я три-три... Я точка, 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 правда не знаю точка. Я же сказал, запятая, что никогда не думал об этом точка, точка, точка. Наверное, точка, 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 какая-нибудь, какая-нибудь хорошая, лова, как это называют? Ну, чё это за яз вверх ногами или вниз ногами? Вопросительный знак, блядь. Кто такой змейку придумал? Который умеет готовить? Если честно, я не думаю, что это хорошая идея составлять описание. Как объявление, блядь. Ещё девушку, нахуй. Именно такая, которая мне нужна. Ещё, прикиньте, и не писать описание. Вот, представляю, что было бы. Думаю, я пойму, это когда встреча нужного человека. У тебя, блядь, две кандидатки, сука. Десять лет, сука, выжидает, пока ты, нахуй, блядь, решишь. А ты говоришь, я буду ждать подарка судьбы. Хуль делать ещё. Понимаешь, когда встречу её, ты так считаешь? Ты уверен, что ты ещё не встретил её? Блядь, хулю? Они уже ему, нахуй, прямым намёком, сука, пиздят, а он нихуя не понимает. Ебать. Да, кстати, ребят, когда вы смотрите это видео, запомните, что 50% времени, которое вы сейчас потратите на просмотр этого видео, будет состоять чисто из моего мнения. Я так думаю. Я так знаю. Так будет. Во. Я имею в виду, что у тебя было довольно мало друзей за всю твою жизнь. Теперь, когда она это сказала, я понял, что у меня действительно было много друзей. А, мало друзей. Я всегда дружил с Юми и Момкой, но я никогда не думал ни о ком другом. Особенно о других девушках. Единственная причина, по которой я знаю о Юми и Момке, это то, что они были моими соседями. Если бы я встретил, я бы знал об этом. Я просто хочу подождать и посмотреть, когда смерть заберет мою жизнь. И когда я скажу. Вот облом. Любовь придет, когда наступит время. Оно никогда не наступит. Я думаю, что это такая вещь, которая просто поражает тебя совершенно неожиданно. Подобно ударом теора, а поверхность улыбка. Что за ебаный метафора? Он заебал. Пожалуйста, ты можешь хотя бы сейчас не думать о космосе, ебанат? Оставайся с нами, здесь, на земле. Заземлись уже, нахуй. Сорян, сорян. Пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я же главный герой какой-то аниме-новеллы. Все равно же в итоге им трахаться придется, не так ли? Или нет? Мне действительно интересно. Точно, давайте после этого снова пойдем купаться. Фух, слава богу. Я думал, там будет трахаться. Ну да ладно. У нас еще есть несколько часов до захода солнца. Мы должны получить от этого дня как можно больше удовольствия. Идите в номер, трахайтесь. Удовольствие гарантированно. За вашу потерянную недвинусть мы ответственности не идем. Такова жизнь. Лол. Мамка снова спасает день. Че, че ты еще это? Че думаешь, Аюна? Ну че, норм. Хуль. Аюна снова задумалась. С одним лицом. Ага. Ну да ладно, это нормально. Я знаю ее достаточно долго. Как я могу не привыкнуть к этому? Знаете, за 10 лет они могли бы тебе, сука, надоесть. Но тем не менее, ты только сейчас узнаешь о них все, что только можно. Спустя 10 лет. Я представляю, вот, живет один добрый или просто поклонник Ивангая. Да. Я имею ввиду 10, нет, 9-летний школьник. Вы представьте. Ему нет 10. У него был друг, друг детства. Ну допустим. Так. Допустим, ему было 5 лет, и они дружили, дружили. Вы представьте такую жизненную ситуацию. Если этот главный герой-пидорас, который ебанушка, не зря они его так называют, с ним продолжил 10 лет и только начал узнавать о них что-то новое, то каково бы было тем двум друзьям, которые маленького возраста? Я вот представляю. Не, у меня мозг взорвался. Все, поехали дальше. По возвращении на пляж, Момока все еще не оставила свои нападки на меня по поводу любви. Ну, блядь, трахни их, и они отстанут, холи. Ну, как ты думаешь, ты когда-нибудь будешь интересоваться девушками? Я знаю ответ главного героя заранее. Он говорит, он говорит так. Нет, я лучше подрочу, нахуй, холи же. Почему ты спрашиваешь меня об этом? Почему вас всех интересует мое мнение о девушках? Потому что не надо дрочить, пидорас. А, мне просто любопытно, ты же знаешь, холи. Просто любопытно. Мы так долго дружим с тобой, но до сих пор есть вещь, которую мы не знаем о тебе. Ну, как я, вас тоже нихуя не знаю, блядь. Хотя 10 лет было это. Значит, ты просто любопытная. Так вот, почему ты хочешь знать все на свете. Не так ли? Да, просто любопытство. Ну, по ебальнику видно какое-то любопытство. Но, тем не менее, становится поздно. Пиздуем в номер. Если есть еще кое-что, что я хочу показать вам. О, что, еще одно место или хуй? Мамуку, кажется, понравилось предложение. Ну, походу, они не смогли в падеж поставить это имя. Ну, вол, я удивлен. Надеюсь, это не ловушка. Вдруг это извращение хочет что-то сделать. Так, походу, он их уже жарил в детстве. Я так думаю. Ради своей гордости я не поведусь на твой развод. Лол. Слышите, поэта. Иди сюда в подворотню, я тебе драгонлор наху одолжу немножко. Ой, блядь. Развод. Ну, какое же это смешное все-таки слово. Ассоциаций с ним очень много. Да уж. Что случилось? Что случилось? О, блядь. Что ж, ладно. Полагаю, Момка все равно хочет пойти, не так ли? Япону, мать. Нихуя, телефон нагрелся, охуясь. Ладно, блядь. Я не говорил, что не хочу пойти. Я просто сказал, что ты меня не проведешь. Ты что, не давалка, что ли? Лол. Я думаю, что это не так, Айоми. Может, ты просто ревнуешь, что мы будем проводить время вместе без тебя? Дорогуша, представь себе все то, что мы могли бы... Стоп, подождите, ребята. Я хочу сделать еще раз пару ударов головой. Раз, два, три. Ай, блядь. Нормально. Ай, такая, сука, губу прикусил. Блядь. Сука. Пиздец какой-то. Вол. О, кровь пошла. Там еще похуй. Представь себе все то, что мы могли бы сделать. Попить чайок и зле лечь спать. Нахуй всем. Это были че, вон-то это он, это он, это он, это он, че? Айоми перерывает Момоко, отвесив ей звонкую пощечину. Так, блядь, она нам отвесила же, сука. Почему у нас камера тряслась, а не у нее? Не смей обвинять меня такими ложными заявлениями. ай ай . ой тире ай 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 тире 3 3 то есть . . мамка схлипывает ну да свежими так больно знаешь такую фразу обычно говорят при первом разе но тут совсем другой случай похода исключение поцелуешь меня чтобы облегчить мои страдания нет я достану дробовик и облегчит вы страдания она подставляет мне свою щеку извращенка ебаный как бы пынул ее нахуй в воду поцеловать но это значит что твоя блять как будто ты не знаешь ее тупость меня бесит для нее это кажется непостижимо ну да блять я . . . . я вовсе не медведь она опять схлипывает пожалуй пожалуй стас и джи заебал не тяни резину тинька то за это от этого мне станет легче пиздоболка ебаный ответ слези слезь 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 слезли вову нихуя слезливого взгляда меня хватает сильное чувство вины вол не видись на ее крокодиловые слезы дурак она играет с тобой блять лучше она чем ты нахуй ты даже блять шуток не понимаешь дура я хватает ее за щеки и растря и растягивает их в разные стороны ой тире ой тире ой восклицательный знак а юми запятая ты делаешь только хуже восклицательный знак это твое наказание за то что пытался мунуть его прими это злодейка теперь я ничего не вижу теперь ему придется цевать все мое лицо может найти просто басыть нахуй заебала сама никак вообще задействовать может она девица особо это справа может она тебе поможет в твои бить и блять только это облегчит мои страдания несмотря на все усилия и мамка снова умудряется смотреть на меня слезивыми глазами ребят слези слезливые слезивые ребят честно я отучился в школе 8 лет ну точнее до сих пор продолжаю часа но блять такого слова я щас нигде нахуй не видел нигде блять охуеть охуеть сэджи пожалуйста помоги мне поцелуй меня блять ну тряпка но сделай ты чтобы она отъебалась на хвата уже весит ты зло что твою на творчество молока и начинает дуться так вы идете или нет заебали манка на вены преображается я полностью готова я не буду ждать не могу ждать все-таки это были крокодиловые слезы ясно похотливая сучка мазафака думаю я пойду с вами даже не думайте что я дам вам такую возможность в будущем убедиться что с мамкой все хорошо не поддаваться на крокодиловый слез знаете блять а не так заебала что вот так сделаю на посрать вообще ты правда в порядке мамка ты не пиздишь я в порядке она тогда надо было просто нахуй второй вариант выбрать не волнуйся за меня ну конечно она в порядке холи тут думать тем временем пришло время уходить головой суки это такой переход долги красиво все мои любимые места в округе все еще здесь ну да представляю как вот эти камни нахуй сносили бы с него подожди подождите это небольшой удаленный прибрежный утес с него всегда лучший вид на закат это одно из моих любимых мест я всегда хотела разделить этот вид с кем-нибудь еще подели на три нахуй пока я веду этих двоих через кустарника им постоянно ноет выбрасывая там на куда мы идем я слишком 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 здесь слишком много жуков . . . ты мог ты мог бы хотя бы предупредить меня чтобы я переоделась нет нему да ладно это так весело ты вообще помнишь как раньше когда мы были маленькими лазили в лесу вокруг нашего дома то что это было весе весело тогда не значит что это весело и сейчас давай расслабься немного это здорово почувствовать себя немножко моложе чем сейчас при этом так сказал как будто нахуй стартер какой-то для тебя может быть но никак не для меня а как же моя гордость благородная женщина да ты блядь шавка ебаный хульки да благородный женщин когда он и пешком и я ни за что не променяю ее это ёбаная гордость засунись и в сраку о это со всеми то что ты говорила раньше все о чем говорила прекрасная голубка стой нет не говори этого о чем он такого сказал что он траму ебать запаниковала я запрещаю тебе говорить об этом закрой свой рот ты знаешь однажды тебе все же придется это сказать тогда давай поговорим о том как ты была не не надо в этом я промолчу да ну что там нам еще далеко почему вы говорите уже на месте мы уже почти пришли зайдите в воду нахуй тогда придешь мы вышли на у тебя самый удачный момент лол когда там ебались и олени солнце висит долго его блики на поверхности океана создают захватывающие шоу ярких цветов в угасающем свете дня так зачем сюда пришли просто посмотри туда и ты все поймешь сама еба чё такая тупая ебать тебе в рот взгляни на этот ёбаный закат который никому не нужен блять ладно это зрелище которое никогда не прессовал поражать меня когда я раньше приходил сюда а юми и мамака притихли от восхищения полностью погрузившись в заверцание солнца солнечного заката здесь такой прекрасный вид чучок я рад что тебе понравилось это всего лишь одно из мест который я хотел показать вам пока мы здесь раньше сидел здесь смотрел как в небе медленно загорается звезды каждый раз когда я приходил сюда я забывал о своих проблемах на некоторое время вот почему я хотел поделиться с вами этим в ответ они только молчат похоже сейчас они слишком потеряны даже имя ничего не говорит хоть она блять псина ебаная тякать на каждом шагу мы просто сидим и наслаждаемся видом здесь очень красиво он наконец-то на улыбнулся это заебал дуться может быть и ты ебанашка но ты знаешь красивые места раньше проводил здесь много времени следуя все вдоль и поперек вот так я нашел это место возможно здесь еще такие же места нам следует прийти сюда еще раз так же как мы делали когда были младше помните как мы нашли тот водопад кажется тогда не смотрели на зыбку рябь океана у нее просыпается ностальгия ностальгия вставая это на работу парада тебя вызывает воспоминания ладно я помню все до мелочей забавно как долго мы были вместе не так ли заб нет забавно не смешно то что вы десять лет нахуй провели вместе и нихуя не знаете друг от друга ничего я буду сильно не задумывалась но ты прав ты просто не замечаешь как годы проходят мимо сейчас мы здесь даже ими начинают улыбаться так сказал как будто блять никто не улыбается то есть она типа такая непоколебимая господи это вред минуту молчания у меня сдохли глаза да ладно я пошутил как бы глупо мы не выглядели мы никогда не прекращали веселиться вместе я надеюсь что мы будем так делать всегда смотря как вы веселились бдсм анал или как или оральное проникновение и я пожалуй промолчу просто всегда что мы делали всегда меня это обнадеживает пока мы ждем на небе начинает закраться звезды оранжевое небо сменяется тенью темно-синевый ёбаный брод вдали замаячила луна медленно поднималась над океаном ёбаный брод пока молка смотрел на звезды ей в голову что-то пришло есть кое-что что мы хотели бы узнать чувак почему тебя так сильно привлекает космос ты никогда не говорил нам об этом я и сам не знаю почему я так одержим космосом но все же блять психопат какой-то нахуй кто блять кто, блядь, думает о космосе каждую ёбаную секунду. Я, например. Ну, я пошутил. Я не стреляю такой хуйней. Кое-что об этой идее. Чтобы быть частью чего-то большего, чем ты сам, это трудно выразить словами. Там целая вселенная, которая совсем не забудет всякие мелкие проблемы Земли. А ничего, что мы, блядь, единственные в этой вселенной, которая может думать, ёбаный в рот. Тупица. Её не беспокоит загрязнение, война или голод. Угу. Даже когда уйдут последние из нас, вселенная по-прежнему будет там. Нет, она сдохнет. Вечная, неизменная, безразличная. Это позволяет мне рассматривать вещи в их истинном свете. Нет, блядь, что за пиздёж. Слышь, я могу, блядь, просто подумать о космосе. О-о-о. Подумаю-ка я о планете. О-о-о, у меня идея. Я же теперь всевышний ёбаный в рот. Как-то так я это вижу. Хотя кому интересно? Я думаю, вам интересно. Я не утверждаю, что я не имею значения. Что? Ты утверждаешь, что ты не имеешь значения. Всё, я понял. Всё, что я делаю сегодня, может иметь далеко идущие последствия завтра. Возможный человек, который вызовет цепь событий, которая в конечном итоге приведёт к спасению человечества или ещё что-то в этом роде. А если ты их трахнешь, мир обрушится. Правильно? Будущее нельзя предсказать, но я думаю, что каждый человек выполняет свою роль в грандиозном механизме Вселенной. Угу. То есть будущее нельзя предсказать. А Ванга, блядь, на что была рождена ёбаный в рот? Каждое наше действие имеет какие-то последствия, независимо от того, насколько грандиозным или незначительным будет результат. Легко быть циничным, рассматривая последствия ваших действий в масштабах Вселенной. Хотя всего лишь песчинка по сравнению со Вселенной, пожалуй, даже меньше, чем атом. Но это не значит, что всё, что я делаю, не имеет значения. Всё, что мы делаем, имеет последствия. И мы должны знать это. Даже самое незначительное решение, которое мы принимаем в нашей жизни, может иметь большие последствия. Думаю, это предшественники Эйнштейна даже не предполагали, что их решение приведёт к открытию теории относительности. Упс, я снова замечтался. Сорянчик. Мне нужно быстрее ответить на их вопрос. Наверное, я просто воспринимаю космос как большое приключение, полное тайн и всякого рода загадок. Там планеты... Там есть планеты из алмазов. Представь себе, какие ещё сокровища там можно найти. Но ты никогда в жизни не получишь себе кусочек, хоть кусочек от этого. И какие? Если существуют планеты из алмазов, возможно, там есть и другая, полностью из золота. Вот видите, почему мне нравятся космосы? В этой пустыке можно найти всё, что угодно. Угу. Пизди больше. Тебе не нужно покидать Землю, чтобы найти сокровище. Это похоже на детскую фантазию. Словно ты... Словно бы ты хотел бегать и целиться лазером пистолетом в пришельцах. Это звучит интересно. Пошли на Марс, будем в Дум играть, ёпта. Дурак. Правильно. И мудро. Это так грубо и юмя. Похоже, это будет очень весело. Хотите объединиться и отправиться в приключения по всей галактике? Что, блядь? Звучит классно для меня. Но, блядь, не для вас же. Не привыкшие. Пэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ-фэ. Ладно, отправляйтесь в наши, ваше космическое приключение или любые другие. Я предпочитаю более изысканные развлечения для взрослых. Ой, блядь, что ты пизди-ж, нафиг. Когда она попросила отсылать, ты, блядь, чуть не сдохла от смущения. Холь ты пизди-ж ты? Охуевший. Но что насчёт того, что ты сегодня смотришь по утрам, где... А им быстро закроет рот Момка своей рукой А чё она ей пощущину опять не въебала? Не смей говорить этого Ах, ты всегда пытаешься быть такой взрослой, а имя На самом деле ты пиздюшка Ты почти такая же червашка, как Сейджи Что, блядь, ну... Почти Ну ты ему в подминутки не годишься Ах, она её затралила Не называй меня червашкой Я только пожал плечами на всю эту ерунду, что происходит передо мной Эй, вы, мазафакеры, уже поздно Нам нужно возвращаться А как же, блин Да, конечно, может, мы придём сюда когда-нибудь ещё Я снова хочу с вами любоваться закатом Ну... Но-но-но, я не против прийти сюда снова, с тобой, ёпт. Рад слышать это. Но ты нихуя не понял намёк, пидорас. Сука, если бы наш главный герой был бы немножечко, блядь, на 1% умнее, чем Эйнштейн, может быть, игра закончилась бы даже за полчаса, ёбаный урод, но не за столько же. Мы возвращаемся назад тем же путём по нашей тропинке. Эти двое продолжают приопираться весь обратный путь. Меня эти... меня бесят эти три точки. Ладно, поехали дальше. Так, сегодня я поздно проснулся. Должен сказать, что прошла вечность с тех пор, как я в последний раз так хорошо выспался ночь. Мне нужно успешно, усердно заниматься, чтобы подготовиться к предстоящим экзаменам. Хотя я ещё никому не говорил об этом, но я очень хочу стать астрофизиком. Я очень люблю космос. Так, почему бы и не посвятить свою жизнь его изучению? Хотя учебный материал довольно сложный. Куда ты там собрался, блядь, тайны космоса изучать? Я рад, что получился шанс хорошо отдохнуть. Ладно, ребят, давайте тут закончим. В общем, так вот, блин. Только... да что же такое? Меня вот взбесило вот это, ну как я там, Аюми или как... Да, по-моему, Аюми. Такая с чёрными волосами. Ну, капец, она меня взбесила, блядь, а. Типа, я предпочитаю более взрослые развлечения, хули. А сама, блядь, чуть не сдохла она, когда та чувиха собралась нас поцеловать. Угу. Ну да ладно, это уже... Собственно, давайте подведём итоги. Что же вышло в этой серии? Мне аж самому смешно стало, но я признаю это. 80% я подтверждаю это, 80% я просто что-то говорил в микрофон. И всё. А 20% мы играли. Собственно, вот и всё. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так что следующее прохождение не заграем. Всем пока.